День воскресный, день чудесный, а я спешу к вам с новой невыдуманной жизненной историей. И как гласит народная мудрость, кто рано встает, тот за МКАДом живет. Именно туда мы сегодня и отправимся. В один интересный райончик, который активно застраивается из года в год новостройками. На канале мы с вами уже достаточно посмотрели на истории людей, как обещанного не три года, а десять лет ждут. Посмотрели на качество строительства современных домов. Но бывают интересные ситуации. Именно такую я сегодня вам и покажу. Я поделюсь своими наблюдениями, постараюсь сделать это максимально объективно. Дам высказаться местным жителям, в том числе откроем чаты и посмотрим, что они там анонимно пишут про жизнь в этом районе. И не размазывая кашу по тарелке... Приятного просмотра! Мы начинаем прямо сейчас! Всем привет! Меня зовут Рома, я герой нового выпуска. Я сам из Беларуси, город Волковыск. Переехал в 2016 году в Москву. Так как у меня уже здесь был брат, он работал и пригласил меня в Москву попробовать. А ты перележал работать в какой сфере? Тренер по футболу. Ну, сейчас еще работаю и на второй работе, также в экипировочном центре тайского бокса. Мы переехали в Москву, арендовали, жили в арендном жилье. И потом брат у меня купил Митина О2 квартиру. То есть мы совместно помогли, вместе купили, и она застряла в долгострой. Ушла, это Urban Group был, то есть сдалась только в этом году. Ждали-ждали долго, и потом отец предложил, давайте купим вместе в Красногорске. Нашли в Пашеской пойме, купили квартиру вместе и переехали. То есть брат и я вместе переехали туда, вместе жили. Потом у меня появилась семья. То есть мы жили, переехали в Новокосино к тёще. И мы рассматривали женой покупку квартиры. Так как новостроек ставка была намного ниже, рассматривали новостройки. Я ездил, смотрел несколько новостроек. И это меня привлекло внимание, то что очень была низкая арендная ставка. И в целом жена очень хотела, чтобы было недалеко от её мамы. Чтобы если вдруг надо помочь с детьми, то она всегда могла приехать помочь. В каком году вы принимаете решение о покупке квартиры в этом жилом комплексе? В 2021 году. Вот что это за квартира? Мы сегодня пойдём к тебе в гости. Это однушка, двушка, какая площадь? Это двухкомнатная квартира. Сейчас называется это Евро-трёшка. Должно было быть 64 квадрата, но получилось 62,1. Чуть-чуть ушло. Чуть съелось в процессе строительства. Это большой минус этого ЖК. То, что, как я понял, здесь у всех минус по квадратуре. Абсолютно у всех. Какая цена была на момент 2021 года, когда дом строился? Насколько я знаю, ты покупаешь не на котле. Дом уже шёл в процессе строительства. Да, была активная стройка 11-100 миллионов. Ну, потому что была субсидирована ставка, и, скорее всего, поэтому была завышена цена. Но ставка у нас получилась 1,2%. 1,2% первоначальный взнос какой у вас? 30%. И на сегодняшний день какой у тебя ежемесячный платёж? 25-700. На какой срок? 30 лет. Ну и, как обычно, по классике, цель закрыть досрочно? Нет. Классики нет. Я считаю, что на данный момент пока нет такой цели, поскольку, мне кажется, инфляция эту ипотеку просто съест со временем. Когда вы рассматривали жилые комплексы, ещё что-то вы здесь посматривали? Ведь в этом районе, где мы сегодня находимся, здесь просто огромное количество новостроек. И, соответственно, наверняка с чем-то сравнивали. Почему выбрали именно этот жилой комплекс? На удивление, не смотрели здесь ни одного ЖК. Я смотрел в ЖК, мы сначала, я пытался, хотел юго-запад, либо северо-запад рассмотреть. Жена, естественно, наставила на востоке. И я ездил даже в Одинцово в семейный ЖК. Но там мне понравилось тем, что, ну, во-первых, понятно, московская прописка, но очень было далеко до МЦД 30 минут пешком было идти. Здесь у нас где-то 12 минут пешком до метро Некрасовка. Почему не выбрали вторичку? Внутри Москвы, поближе к метро, но вторичка. Большая ставка. То есть оттолкнула первая ставка, ну и, собственно, наверное, цена квартиры тоже чуть повыше, нет? Да. Ну, цена квартиры, наверное, не искала бы, что выше. Мне кажется, за 11 миллионов в то время можно было купить такую же дружку. Можно было вружку, 55 квадратных. Вот. У нас просто, мы как жили не на съемном жилье, а жили в своем. То есть, получается, жили у мамы и жены. Поэтому у нас не было такой задачи там очень, как можно быстрее переехать. Поэтому мы могли спокойно рассмотреть новостройку. Но на сегодняшний день хотелось бы отсюда уехать в вторичку? Нет, вторичку не хотелось бы. Возможно, где-то хочется уехать поближе, чтобы меньше добираться до работы. Короче, в такую же новостройку, но внутри Москвы, поближе к метро. Ну, в новостройку, либо в жилье можно вторичку, но не совсем старый фонд. Вот. 22 этажа у нас максимально. Вот. Вместе здесь отличный двор. Вот. Закрытый двор. Въезд машины здесь нет. К сожалению, кладовок подземного паркинга у нас нету в ЖК. Вот. Пока у нас из-за коммерческих помещений ничего не открыто. То есть еще они не сдались. Они сдаются только в августе, либо в сентябре. Сколько мне известно. Именно здесь, возле нашего ЖК, поблизости ничего нет. Если надо нам там Marketplace, там, Озон, Валберс, это надо идти в соседнее ЖК. Вот. Садик у нас находится 10 минут пешком взрослому человеку, но с детьми минут 20 надо идти. Вот. По вечерам, в силу того, что парковочных мест исключительно вокруг домов, то, что прилегающая территория, как с машинами? Пока проблем нету, поскольку еще не все заселились. То есть не все получили ключи. Но с каждым днем все становится плотнее и плотнее. Все самое веселое ждет нас впереди. Роман, ну что, показывай пальцем, какой из этих домов твой. Мой дом, вот, четвертый корпус. Вот он перед вами. Первый подъезд, 17 этажей. Мы живем на четвертом этаже. Ну что, пойдем в гости, покажешь, расскажешь, что получил и почем. Ну а как же без комментариев? Когда я приехал к Роме, мы прошлись по жилому комплексу. И в процессе он рассказывает, что вот, нет у нас у домов подземного паркинга. Я в этом увидел даже жирный плюс. Потому что покатавшись по другим жилым комплексам, уже в голове отложилось так, что подземный паркинг это проблема. То пид, то не доделали, то грунт уходит, то где-то что-то прорвало, машина пострадала. Вот серьезно говорю. Конечно, когда парковка есть хорошая, чистая, отапливаемая, хорошо построена, это замечательно. Но в силу того, что не всегда получается ее построить, вот у них возле дома сейчас строят просто парковочные места, как объяснили. Ну, обычная площадка закрытая будет, куда можно будет поставить автомобиль. Вот это, друзья, проще и надежнее. Конечно, хотелось бы, чтобы они ее хотя бы сделали там двух-трех уровню, потому что в округе домов очень много и парковочные места в перспективу всегда будут востребованы. И далее, по мере знакомства с жилым комплексом, я просто понимал, что покупка квартиры в новостройке это какая-то лотерея. Далее я вам покажу и объясню, почему такой вывод. Слушай, вот ты когда жил в Московской области, там, пожил дома у себя в Беларуси, вот ты переезжаешь сюда, вот такой дворик-то смотри, современный, свеженький. Там, где я жил в Беларуси, там вообще дворов нет, там ни игровых площадок, ничего нет. Ну, ничего не было, наверное, тогда когда-то маленький был или как? Сейчас ничего нет. Тоже, да, ничего не меняется пока? Ну, я в частном доме живу, в Беларуси у нас частный дом, но во дворах там очень, как вот в дальнем регионе где-нибудь в России, так вот и там. Ну, вот о тебе в целом, смотри, когда ты во двор выходишь, как картина? Класс? Площадка классная, да, мне нравится, возможно, где-то там много песка, но детям очень нравится, играют, плюс, если им надоела эта площадка, они идут в соседнее ЖК, вот, и играют в том. Там пройти минут 5-7, и там другие уже... Но они не повторяются, то есть они везде все по-разному, правильно сделаны? По-разному, да, даже вот у самолета, получается, во второй, в первую очередь есть разные, то есть качели. Вот знаешь, на самом деле, чего здесь не хватает, но что здесь будет лет так через 10-15, это тени. Вот я изучал отзывы про вас в ЖК вообще, в целом про этот район. Вот деревья сажают, вот когда-то вот этот клен, он будет прям давать тень хорошую, что будет кайфово, а сегодня пока так, ну, лысовато. А вот сейчас я хочу озвучить информацию, отклик на которую услышу от предпринимателей. Вот смотрите, в нашей стране огромное количество бухгалтеров, но среди них очень много людей некомпетентных. Как тяжело на самом деле для своей компании подобрать стоящего сотрудника, который сможет выполнять свои обязанности, на которой он учился в университете 5, а то и более лет, дополнительные курсы. Чтобы он просто понимал, что делать, как правильно сдавать отчетность, вовремя уплачивал налоги и все, что связано с ведением бизнеса. И вот я вам уже неоднократно рассказывал про компанию Макоэксперт. Я вам просто настоятельно рекомендую оставить заявочку и получить развернутую консультацию. Потому что их руководитель, Лыков Александр, сделал следующим образом. Собрал вокруг себя команду реально специалистов. Сделано разделение труда, а именно 6 департаментов работают на вас. И в каждом департаменте сидит человек, который прекрасно разбирается в своем вопросе. Как говорится, комар носа не подточит. Таким образом, по каждому направлению вы получаете действительно толкового специалиста, которого сегодня днем с огнем не сыщешь. Либо найдете крутого бухгалтера за вот такую зарплату. Цена их услуг за последние годы не меняется. Когда вокруг все растет, они оставляют цены на прежнем уровне. И всего за 2000 рублей вы получаете бухгалтерию уровня огромных корпораций. И вы наконец-то забудете про все эти страдания с бухгалтерами. Когда нужно сдавать отчеты, а он то заболел, то пропал, то буду работать, то не буду. Те, кто занимаются бизнесом, меня сейчас прекрасно понимают, о чем я говорю. Поэтому, ребята, оставляйте заявку прямо сейчас по ссылочке в описании. С вами свяжутся. Ответят на все ваши вопросы. Попробуйте, поработайте и поймете. А в дальнейшем вы еще сами же скажете, спасибо, Дмитрий, что ты посоветовал таких крутых ребят, такую крутую компанию, как Макоэксперт. Пользуйтесь на здоровье. Ссылка ждет вас в описании и в первом скрепленном комментарии. У меня три окна в квартире и ни одной корзины нету в квартире. И чтобы эту корзину, чтобы поставить кондиционер, нужно обязательно корзину поставить в соответствии с нормами ЖК. Мы ходили в управляющую компанию, такая корзина стоит порядка 24 тысяч рублей, плюс ее нужно, чтобы поставить, нанять альпиниста и за установку, то есть выйдет в районе 35 тысяч рублей. Но вот у моего друга однокомнатная квартира, у него два окна, у него две корзины. А почему? Почему так? Они не объясняют, почему так сделано, что у кого-то есть? Такой вот план, такой вот у них по плану все вот так вот должны были установлены корзины. И если мы установим сами без них, то есть они могут также выписать штраф, а если попросить у них тех план, корзины, 3500. Это бизнес, Роман, это называется бизнес. Это вот очень расстроило то, что застройщик экономит на такой ерунде, грубо говоря. Это что-то новенькое, раньше мы с таким не сталкивались. Возможно, где-то это есть и в других ЖК, но вот проговариваем об этом впервые. Ну что, пойдем? Какой твой подъезд? Первый? Да. Ну рассказывай, вот ты приезжаешь, получаешь ключи, ты их получил еще в марте этого года, при условии того, что ты должен был их получить в сентябре. 30 сентября. Текущего года, да, то есть можно сказать в конце. То есть застройщик сдал вам объект на 7 месяцев, ты говорила, раньше? Да, на 7 месяцев раньше, да, сдал объект. Это жирный плюс, то что, ну они изначально, когда мы подписывали ДДУ, они сказали, что скорее всего сдадим раньше. В целом все хорошо, естественно, ну, возможно, не хватает консержа, чтобы за этим все следил, но каждый день убирается в подъезда, каждый день все проходит, убирается. Вот так визуально, цивильно все, открывай, пойдем. Визуально все хорошо. Дымофона нету или это просто на первой двери нету? Дымофон... А, на первой двери нет. Сейчас вот сломался, он не работает, дверь просто вот, тык-тык, открывается. Ну пошли, пошли. Вот, да. Слушай, подъезд прям такой, да? Чистый, цивильный, здоровый. Самое, что интересно, вот я так отмечу, что еще не обшарпан, как бы, вот удивительно, несмотря на то, что ремонты идут. У вас есть вот такая зона колясочная, а здесь стоят велосипеды. Какая история с этими велосипедами? Ну уже в чат писали от управляющей компании, что просьба убрать велосипеды, так как это зона для колясок. Ну, с одной стороны плюс, с другой стороны минус, потому что, ну, непонятно так, где хранить велосипеды. Ну, есть немного мест для велосипедов на улице, да, но я видел в первой очереди самолеты, вот ЖК до этого Некрасовки, там у них для велосипедов специально придумали оборудование двухъярусное, поэтому, я думаю, со временем появится на улице что-то для велосипедов побольше. А за твоей спиной что за техническое помещение? Это дверь, я так понял, это для уборщицы, там какая-то есть небольшая ванна, чтобы набирать воду, ну, мыть полы, наверное. Короче, на первом этаже у вас такого, как туалет, ничего не предусмотрено? Нет, ничего нет абсолютно. Ну, в целом, твое мнение вообще по подъезду, вот ты здесь ходишь каждый раз, вот ты сейчас отметил, что... В целом, симпатично, все нравится, да, все нормально, все устраивает. Что сломался только дымофон, но это, скажем так, мелочи. Это мелочи, это, да, скорее всего, что пока строительный материал так же носит, поэтому это ерунда. Короче, друзья, осматривайте сами, но подъездик по первому взгляду цивильный. Что не хватает? Ну, чтобы было все хорошо, ну, чтобы не ободранные лифты были, и чтобы все было хорошо и бережно. Ну, площадок детских, вот тебе 11 лет, тебе хватает, правильно? Да, большая, хорошая. В соседние дворы ходите? Нет. То есть чисто гуляете в своем дворе? Ну, да, это и хорошо. А ты в школу уже правильно ходишь? Нет, мы только переехали. Ну, с сентября пойдешь в школу, правильно? Да, пойду. Ну, ты уже знаешь, куда будешь ходить в школу? Да. Сколько это школа, примерно? 10-15 минут. То есть пешком будешь ходить? Да. Красота. Все, ну, давай, удачи тебе. Все. Роб, я что-то не понял, а где потеки, где пошарпанные стены, затопление? В марте вам начинают вручать ключи, мы заходим в подъезд, почему-то он чистый, аккуратный. Заходим к тебе на этаж, ну, цивильно, чистенько все сделано. Да. Даже окна не глухие, их можно открыть, проветрить, это же уже красота. Да, потеков никаких не было, там затоплений не было, тоже не видел ничего, поэтому как бы все как есть. А ты в чате жильцов состоишь? Пока нет, не состою. Ну, вот в целом, ты вот с кем общался, так, по ЖК, вообще в целом топят вас, прорывают трубы? Моего друга, вот недавно, на днях, он уже хотел переехать, и его затопили. А затопили как, прорвало трубу, да, у кого-то? Ну, получается, у него, этот, да, вот за трубой у соседа где-то там что-то протекло, и соседа, соответственно, не было, он, то есть, не заселился, и несколько дней этого никто не видел, и поэтому... Ну что, друзья, выходим на лестничную клетку, и курят, друзья, курят. Сигнализация срабатывает, пожарная? Ни разу не слышал. А она здесь вообще есть что-то, я не вижу, чтобы она установлена. Должна быть, вон, висит здесь. То есть, вот здесь они глухие полностью, но на этаже, когда мы выходим вот сюда, здесь есть возможность открыть и проветрить, и подышать свежим воздухом. Это уже, на самом деле, огромная красота, так как в некоторых жилых комплексах, что мы ездили, такого нет и близко. А сколько квартир у вас на этаже? Четыре. Слушай, ну это тоже достойно, обычно бывает так, что выходишь там 10 квартир на этаже, 5 в одном крыле, 5 в другом, а здесь... Здесь зависит, в каком доме ты живешь. Есть дом, наш вот небольшой дом, или наш подъезд, и вот у друга, у него там много квартир. То есть, а, ну вот, хоть что-то мы нашли, трещина пошла, но это, друзья, может быть... Оно такое будет во всех домах абсолютно, усадка дома идет, трещины, это абсолютно, на самом деле, нормальное явление, но в любом случае, вот такие косяки застройщики должны со временем устранять, если инициативная группа жильцов будет об этом говорить, напоминать, писать. Далее мы с вами отправимся к Роману в гости, но здесь я хочу поделиться живыми наблюдениями, расставить точки над «и». Когда я ехал в этот жилой комплекс, у меня автоматом было ожидание, что сейчас придем, как обычно, все разбитое, расхлябанное, сделанное сикось-накось. Вот в этом жилом комплексе, я вам по кадрам показываю, такое ощущение, как будто действительно начальник на своем месте, начальник участка, прораб. Я когда начал подходить к подъезду, потом ходил, смотрел. Ну вот, посмотрите сами, входная группа сделана аккуратно, заходим в подъезд, реально чисто, все стены чистые, специальные уголки стоят, чтобы ты не задел, не пошарпал ее. В некоторые ЖК приезжаешь, ну вообще страшно даже посмотреть, думаешь, ну что за ужас понастроили, ведь это новое, все должно выглядеть именно так, как здесь. Я думаю, по кадрам вы видите, что действительно сделано достойно. Итак, друзья, мы с вами заходим в евро, трешку площадью 62 квадрата. Роман, после того, как получил ключи квартиры, была с отделкой. Так, например, дверь осталась от застройщика, двери в туалет, в ванну, межкомнатные двери тоже остались от застройщика, а дальше они внесли изменения. Показываю. Ром, презентуй. Что вы, получается, заменили сразу? Все, поменяли практически потолки, стены, поклеили обои, заменили пол, вот. Ну и мебель, правильно, у тебя полностью новая кухня, сантехнику, часть вы оставили, правильно? Нет, все поменяли. Унитазы тоже все меняли? Унитаз тоже поменяли. Вот сколько на момент, получается, 23-го года, вот в марте получаешь ключи, начинаешь заниматься ремонтом, ты потратил денег? Миллион семьсот. Прям под ключ? Прям под ключ. А почему начали что-то менять, например, там полы убрали, которые были от застройщика, у меня уже ламинат здесь, правильно, был? Да. Что плохого качества или что, что не устроило? Изначально не хотели менять, вот, но когда в процессе с ремонтом столкнулись, строители начали говорить, что очень дешевый ламинат, то есть будет попадать вода, сразу сдуется. То есть посоветовали поменять, ну и мы решили, ну давайте уже поменяем. Короче, по первым ощущениям, друзья, я вам так скажу, 62 квадрата, более чем, смотрите, большая прихожая, то есть у ребят двое детей. Развернуться, место езди, поставили шкаф высокий, то есть потолки сколько здесь, 2,7 плюс-минус? 2,65-2,67. Ну вот, пожалуйста, далее ванна, полноценная ванна, можно искупаться, то есть не маленькая, но опять же она и не большая, но искупаться, вот, пожалуйста, можно. От застройщика был сделан подогрев пола, местами поменяли они включатели туалет, зацените, тоже, в принципе, большой. Первая комната, это детская, здесь живут две прекрасные девочки, одна в саду, другая гуляет. И вот обратите внимание, друзья, обратите внимание на вид из окна, подходим. Мы перед собой видим другой жилой комплекс, но он реально находится далеко от нас. Под домом придомовая парковка и рядом также есть различные детские площадки. В этом плане вот такие жилые комплексы, в силу того, что настроены на молодежь, это, конечно, круто, что ты можешь сходить в разные дворы, погулять. Вот локации таких для спокойного отдыха, посидеть, с детьми поиграть, огромное количество. Вот я говорю, лотерея, мы бывали в жилых комплексах такого же класса, где ты подходишь к окну и там до соседнего дома, можешь сказать, рукой подать. Ты действительно всех прям видишь. Здесь, вот с одной стороны, можно засрать, да, сказать, да что это такой какой-то пустырь рядом. Вот на этом пустыре должен построиться парк. Его там по проекту внесли, вопрос, когда он построится, это вот жизнь на стройке, жизнь в новых жилых комплексах. Жди, дальше будет лучше. Но планировка квартиры, ее само расположение в этом доме, ну, какое-то удачное, потому что вид из спальни, вот посмотрите дальше, тоже приятный. А вот до этого, когда вы жили, вот у вас комната была сколько, площадь примерно детская? Мы жили в одной комнате вместе с детьми. А, вот с одной комнатной? Нет, у нас была двухкомнатная, у нас 51 квадрат, ну, в силу того, что дети маленькие, они просто жили с нами. Ну, комната была большая, квадратов 20 где-то. Ну, а когда ты переезжаешь из 51 квадрата в 62, то есть, смотри, плюс 11 квадратов, это ощутимо? Ощутимо. Значительно, да, то есть, и комната, смотри, вот эта детская, она такая, ну, по ощущениям квадратов 14, наверное, да? 14,5, да. Ну, уже, видите, друзья, уже на глаз дядя Дима начинает определять эти дела. Итак, смотрите, мы выходим, дальше у нас начинается кухня, но кухня с изюминкой, заходи. Первым делом она как бы совмещена с гостиной зоной, ну, простыми словами, скажем так, просто большая кухня, потому что здесь помимо кухонного стола у нас есть еще и диванчик, на который можно завалиться. Вот у Романа припрятано Sony PlayStation, футбол рубишься, да? Да. Футбик? Да. Бесконечный телевизор, окна также с тем же самым видом, что мы видели. И вот здесь, что мне понравилось, друзья, ну, вот это просто оценят, мне кажется, любая хозяйка, вообще все те, кто любит спрятать какие-то бытовые вещи. Заходим, презентуй. Да, это кладовка у нас, и плюс стиралка и сушилка. То есть, зацените, пожалуйста, места здесь реально достаточно, постирался, посушился, ну, дальше у Романа в планах продолжат эти вот стеллажи, для того, чтобы все можно было раскидать, так как, вот, стена, да, тут места, в принципе, ну, реально много для кладовки, прям более чем. И закрутки, и соленье, и варенье, все можно поставить, вот такого ранее я не встречал. То есть, вот сколько мы ездим, вот постоянно, видите, что интересно, в каждой квартире какая-то изюминка, в ней есть своя планировка, что-то вот интересного. Ну, опять же, кухня полностью новая, собрана с ноля, места достаточно. В целом, когда собираетесь, сесть в семье, к вам еще мама приезжает, как, нормально, хватает места? Да, родители здесь ложатся на диван, диван большой, 160. А, то есть, дополнительно, как спальное место еще можно использовать? Да, 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 и все, все нормально. Ну, вообще, шикардос, обратите внимание, уже вывел Рома все под кондиционер, но пока греется солнышком. Друзья, ну и дальше, комната Ромы и его супруги, спальня полноценная, то есть, тоже, в принципе, большая, кислорода здесь достаточно, шкафы большие. То есть, с точки зрения места для хранения вещей, всего хватает или чего-то не хватает? Ну, вот, совсем недавно только привезли комод, который еще будут переделывать. Вот, ну, вот, с комодом, думаю, будет хватать. На зимние куртки, конечно, не все хватает пока, но планируем в кладовке сделать еще под зимние куртки, повесить трубу. Что с шумоизоляцией? Вот ты отмечаешь, что когда вы заехали, начали уже ночевать, ты ложишься спать и слушаешь, как там рассказывают в телевизоре. Эй, Джек, привет! Да, да, было такое, да. Две ночи мы слушали, с соседом вместе кино смотрели, получается. Сейчас как-то уже такого нету, но шумоизоляция, конечно, желает лучшего. И вот такой вид открывается из спальни, соответственно, мы смотрим во двор. Вот где-то среди детишек можно увидеть и своего ребенка, например, когда он играет, гуляет. Друзья, здесь уже делайте выводы сами. Для кого-то вот наличие детской площадки во дворе, это плохо, потому что слышно детей. Но, как правило, люди семейные, у кого дети, я думаю, они это только видят в плюс. И подчеркну, что вот так вот ты стоишь, дома, они на экране, но они вот реально с точки зрения далековато. Потому что вот здесь, да, вот они, окна в окна, но вот тут грамотно расположено с точки зрения того, что особо ты как бы друг к другу там случайным образом не заглядываешь. То есть все такое под углом сделано. Потому что мы ездили в различные бизнес-классы, вот там вообще жесть, ты выходишь, и прямо отчетливо видно соседа, который стоит на балконе. Ну вот это прям жесть. Вот здесь по кадрам тяжелее передать. Здесь для того, чтобы заглянуть к соседу в окно, нужно подойти к краю твоего окна, и вот то есть прямо вот так вот вылазить. Я просто понимаю сейчас по картинке, что тяжело передать. То есть атака, а ты просто заходишь в комнату, то есть ты видишь вот дальний дом, который далеко стоит. То есть чудесное расположение квартиры у Романа в доме. Как он отметил, в соседних подъездах есть и по 10 квартир на этаже, а здесь как-то, ну вот, повезло ребятам, как мне кажется. Когда я сюда приехал, заметил первое, что вот мусорка за твоей спиной, она сделана правильно, то есть она закрыта, чтобы мусор у вас не разлетался, но при этом она так довольно-таки заполнена. Вот с этим не бывает проблем, что вечером, например, идешь мусор выносить, а она там битком? Ну под вечер обычно она полная, вот эти контейнеры, которые по бокам стоят. Но я думаю, это в силу того, что сейчас везде идет ремонт у людей, стройматериалы, постоянно все заполняется. А так, ну, все равно, если она вечером заполнена, на следующий день все увозят. То есть в этом плане выводят оперативно? Нормально, да, в этом проблеме нет. А мусоропроводов у вас нет вообще или вы от них отказались? Нет, их нет. А вот здесь у нас наклевывается живая зарисовочка. Когда речь заходит про квартиру в новостройке, зачастую говорят, что там люди другие, ведь здесь квартиры не давали, здесь их покупает каждый за свой счет. А это значит работает, и здесь нету алкашей, наркоманов, маргиналов и прочих неприятных личностей. И люди зачастую живут очень требовательные. Все хотят, чтобы всегда была чистота во дворах, в подъездах, чтобы управляющая компания работала исправно. Я обошел жилой комплекс по кругу. Вот эти контейнеры, которые предназначены для строительного мусора, стоят там на каждом углу. Но люди не понимают, что они предназначены для строительного мусора. Подчеркиваю, не все, но часть точно, так как в контейнеры выбрасывают пищевые отходы. Вот она, зарисовочка по-живому. Вот этот бак предназначен для сбора бытовых отходов, а именно строительного мусора. Люди делают ремонты, и вот сюда нужно выбрасывать бытовой мусор. Ну, я называю так строительные отходы. Но сюда выбрасывают пищевые отходы, видите? И прикол в том, что это открыто, отсюда может это все дело разлетаться. Вот оно лежит, ветер начинает дуть, вороны начинают трепать, и пошла вот эта антисанитария. И таким образом получается, что человек, житель дома, сам выбрасывает не туда, куда надо, все это растрепывается, вокруг его дома образовывается свалка, но скажут, вполне возможно, что управляющая компания плохие. Мол, жопу они нам не вытирают, извините за грубость. Но начинать-то надо с себя, а управляйкам нужно вешать вот на эти вот контейнеры, что это не для пищевых отходов. Вам расставили, вот серьезно говорю, мы были в некоторых жилых комплексах, там таких мусорок нету. Баки стоят в открытую, люди жалуются, никак не могут эти навесы сделать. Здесь же во какие. Но люди не знают, но новые. Дальше. Не бывает там алкашей, не бывает там наркоманов. Вот я просто так вот по-живому прошелся, и вот что я увидел. Вот посмотрите, друзья, на этот контраст. Вот, вроде бы и красотищу хотят делать, но мусор разлетается. И самое главное, народ уезжает подальше в новострой. Ведь здесь другой контингент людей. Ну, это у нас что такое бутылка? А что с ней дырка? Ой, интересно, для чего нужна такая вещь? Да в новом жилом комплексе, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Идем дальше. Ой, бутылка от Pepsi-Cola. И опять с дыркой. А для чего она нужна? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это, конечно, знаете, все кроется в деталях. При этом кто-то высаживает. Цветы красивые. Да уж, блин. Еще накидываю на вентилятор, чтобы вы понимали, что объективность на первом месте. Новострой, это говорит о том, что там есть квартиры, купленные как инвестиция, которая в дальнейшем либо продается дороже, либо начинается сдаваться. А когда квартира сдается, непонятно, кто там будет жить. Вот это тоже страшно. Ведь в новострой можно заехать так, что у тебя за стеной живет молодежь, которые без конца занимаются любовью. Живут молодые, которые по пятницам любят отдыхать. Таким образом, у тебя будет дискомфорт по жизни. И, соответственно, вы получаете тех самых соседей, которые живут не в своем. Это не мое. Что там будет с вашим домом? Я плевать хотел. Завтра уеду в другой район и буду жить в другом месте. Ну, согласитесь, что это именно так. Я не говорю, что все такие люди, что все так рассуждают. Но, как показывает практика, кто-то же срет под окна своего дома. Мне вот непонятно только одно. Почему в этих современных домах не делают на первом этаже туалет? Ну, дети гуляют, родители гуляют. Вы сами представьте. Вот ребенок захотел в туалет. Куда ты его поведешь? Пока ты его до дома поднимешь на лифте, да он скорее куда-нибудь под куст сходит. Точно так же взрослые. Не будут же они постоянно бегать к себе в квартиру. А так на первом этаже был бы туалет. Мы же все люди культурные. Ведь каждый будет пользоваться туалетом. Чистенько, аккуратненько убирать за собой. Верно? Но это в целом просто было бы удобно. И чище бы во дворах было бы всегда. Если вы понимаете, о чем я. Виктор, я делал публикацию в Телеграме, что здесь будем снимать. И вы один из немногих, кто прям вот. Вы стоите перед нами, микрофон уже у вас. И вы хотите сказать. Да, я посмотрел. Вы написали, что кто хочет, может высказать свое мнение. Я решил высказать про этот ЖК конкретно. Вот расскажите нам, пожалуйста, что вы здесь купили? Где вы здесь купили? Что это за площадь? В каком году и по какой цене? Покупали два года назад, ровно в сентябре. Это 21 год получается. Квартира двухкомнатная. 13 этаж. Квадратура 57 квадратов. По адресу Мересева 7, корпус 3. Вышла она тогда 9 миллионов. Когда вы получили от нее ключи? Получил ключи полтора месяца назад. Они вам были сданы в срок, раньше срока или с задержкой? Раньше срока. Потому что они обещали третий квартал этого года. А начали выдавать ключи вообще, если честно сказать, наверное, с марта месяца. Просто мы получили 31 мая. Вам квартиру тоже сдают с отделкой? С отделкой, да. Не все комплексы этот весь с отделкой. Вот вы приходите, принимаете эту квартиру. Вот ваш вообще отзыв с точки зрения качества постройки, качества ремонта в силу того, что квартира с отделкой как? Ну, новый комплекс, соответственно, более все с отделкой. Современная, с отделкой. Были нюансы по квартире. Какие? Обои переклеивали они, шпаклевали. Стены были, углубления. В одной комнате получился провал по ламинату. Снимали ламинат, перекладывали. Но там есть большие нюансы. Они перекладывали ламинат в этой комнате три раза. Первый раз поменяли ламинат. Оказалось, соответственно, что ложили давным-давно ламинат. Привезли партию, она отличается по цвету. Были небольшие проблемы с ними. Ну, как сказать... Устранялось, короче, это все за счет застройщика. Да, все за счет застройщика. Они второй раз переложили. И вчера вот как раз отдавали ключи. Я же приехал, и прям мне уже плинтуса доделывали. Где силикони или где какие-то недостатки. Ну, можно сказать, после того, как они отдали вчера ключи, сделана отделка на твердую четверку. При условии, что я знаю, как делаются ремонты, какие дорогие ремонты. Что это стоит, сколько на данный момент. С точки зрения минусов. Вот на что можешь пожаловаться? Супруга, вы обсуждаете. Я к тому, что чего вам не хватает. Что должно быть? Может быть, что должен сделать застройщик? Не знаю, управляющая компания. Для того, чтобы ты сказал, вообще, оценка 5 баллов, доволен вообще всем. Ну, всегда, наверное, будут какие-то небольшие минусы. Первый минус это то, что кладовок нет. Большой минус. Второй минус это то, что квадратура. То есть, это очень обидно было. И очень переживали, боялись за садики. Потому что, когда мы здесь вставали в очередь, старшая дочка была третья, младшая была 280. А ближайший садик до нас, это вот, в котором мы получили. Ну, так как старший дали, мы спросили про младший, и сразу дали младший садик. То есть, у нас, слава богу, проблем с этим не приключилось. Без какого-либо, как говорится, у нас блата, ничего? То есть, никаких льгот у вас нет? Просто встали и пошли? Нет, никаких льгот, просто встали и пошли. Важный вопрос. Садик это хорошо. Сколько в группе детей? Ну, так как сейчас лето, трудно судить. Да, там, сейчас их объединяют. Зимой вот когда вот остались? Я думаю, будет много, поскольку там все новые дома, все дома большие, все новостройки. Как правило, в новостройках живут только семьи с молодыми детьми. Поэтому, я думаю, будет много. Ну, много, это 50? Не, ну, я думаю, вряд ли 50. 40? Ну, наверное, сколько там? Есть же какое-то ограничение, наверное? Наверное, оно есть. У каждого свои критерии в жизни. Соответственно, да, привыкли к другому уровню отделки ремонтов. Ну, это как? Они говорят, что это эконом плюс, ну, вернее, не эконом, а комфорт плюс. Ну, это экономчик. Если делать ремонт под себя, соответственно, будет выскакивать куча нюансов, которые ты переделаешь под себя. Соответственно, там, на кухне положишь, не ламинат, а кафель, там, в прихожей переделаешь. Все сделано со всех материалов, соответственно, дешевых. Что там говорить? А вообще, в целом, к жилому комплексу, к качеству постройки самих домов, прилегающей территории, вот, что вам обещали, что сделали, все соответствует? Ну, как сказать? Вы видели и будете снимать вокруг. Понятное дело, что до метро... Тут единственное, как вы сами все прекрасно знаете в Москве, первое, что это локация. Метро. Выезд, да, пробки начинаются в связи с тем, что собираются строить и сейчас достроят трассу на кухне. Казань, она здесь потянет большое количество пробок. Да, высоковольтные линии их закопают, я так понял, что поставят паркинг большой, открытый и какой-то парк вроде как собирается. Вот эти вот высоковольтные провода, это, конечно, отдельная история, потому что мы сейчас стоим, работаем с микрофоном, но звук от них, вот этот треск прям страшный на самом деле. Вокруг, ну, свежий комплекс, они все свежие комплексы сдаются нормально, если честно сказать-то, ну, это не московская в центре Москвы, не московская точная застройка, поэтому все прекрасно понимаем, что даже в Москве, территории Москвы, территориальной, что будешь иметь московскую прописку, ну, лучше комплексов, я думаю, что надо поискать еще. Представьте, вы генеральный директор, вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников, и у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей, но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени, а многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония Юи создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников, которые помогут повысить вашу прибыль, от отслеживания источников рекламы до записи разговоров. Юис разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик, настройки виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс, а подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом Юис, где он ответит на все ваши вопросы по ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде 1000 рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. Юис ждет вас в описании. Смотрите, вот здесь самый жирный такой минус, скажем, который в дальнейшем будут доделать именно в целом этого района. Это люди хотят больше детских садов, люди хотят больше школ. Они здесь присутствуют. Но поток большой и, соответственно, если будут достраивать вот эти вот простые вещи и в том числе поликлиника, больница, все. И вот это, в принципе, все основано на общих отзывах про этот жилой комплекс. Вот я вам их ввожу на экран. Средняя оценка 4.4. Конечно же, всегда есть крайне недовольные. Вы всегда можете почитать, посмотреть, что вообще люди пишут про любой жилой район, который интересен, в принципе, вам. Начитаться там можно разное. Но общую картину я вам ввожу, в принципе, на экран и доношу до вас суть. Школы, детские сады в силу того, что семьи живут молодые с детьми. Есть и те, кто хочет ночной клуб, чтобы был до уровня московского. Ребята, на метро садитесь и едите в центр, развлекаетесь во всех ресторанах, барах и так далее. Собственно, проводите досуг ровно так, как интересно вам строить. Возле вас театры, ледовые арены. Ну, я думаю, в ближайшем будущем этого точно не будет. Торговые центры сейчас вот уже достраивают возле метро. Прям там все активно строится. Спортивный комплекс, какой-то торговый начинается там строиться. Ну, потихоньку, потихоньку инфраструктура растет. Стандартная претензия к этому району, одна из номеров один, что здесь мусоросжигающий завод и от него вонища. Читая комментарии, я вам ввожу их на экран, зачастую пишут, вечером открываешь окна на проветривание и вместо свежего воздуха получаешь вонь. Что скажешь ты спустя два месяца жизни здесь? Пока не чувствовал. Вот один вечер мне казалось, что что-то пахнет, я прям жену звал, как, ну, понюхай. Вот из-за этих комментариев так же приходилось внюхиваться. Но такого не было. Какого вы здесь живете последних, сколько лет? Там год, два, пять, десять? Пять. Пять лет. Пять-ше. Вот расскажите нам, здесь первое, жалуются то, что здесь есть мусоросжигательный завод и периодически воняет. Так ли это на момент 2023 года? Вот мы снимаем август сначала. Ну, честно сказать, может быть, когда-то давным-давно, лет шесть, назад семь, когда строилась еще та квартира. Может быть, при разных розах ветров что-то появлялся, какой-то запах. Честно скажу, живя там возле метро, это не чувствуется. Ну, честно. Ну, оно бывает или не бывает? Ну, скорее всего, наверное, скажем, даже нет. Ну, то есть... Мало. Ну, как бы очень редко. Бывает, но редко. Очень редко. Вот так начнем. Озеро. Бывает, жалуются на ваше озеро. С одной стороны, вроде как здорово, но тоже я находил отзывы людей, кто здесь живет, что, мол, попахивает от него, не ухаживают за ним, не чистят. В общем, тоже отмечают как проблема. Есть проблемы как бы с озером, да. Соответственно, туда надо просто... Социальный объект, как бы, туда, если вложится государство, то, соответственно, будет нормальный там и пляж, и развлекательные какие-то там беседки, что-то там. Ну, дикое озеро. Ну, что там сказать? Как? Трафик. Утром мы просыпаемся и едем на работу. Плюс жирный у вас, что, метро рядом. 10 минут, поехал. Ну, а зачастую люди едут и на машинах. Вот если на машине утром как с пробочками? Есть. Последние два года. Вот начались строиться вертолетчиков комплекс, который возле озера застраиваться. Ну, этот мы не будем считать, потому что тут заехало процентов 5 от сил. Это не... И плюс, если запустят трассу, то все, встали как везде, глухо. Также у нас из окна видно свалку, которая законсервирована. Да. И законсервирована уже, в принципе, давно. Смотрите, вы можете посмотреть сейчас и подумать то, что Роман купил к приезду пирожное, а нет. Жена у Ромы, когда была в декрете, прошла курсы, научилась печь потрясающие чизкейки, пироги. Это вот моя любимая часть, когда прихожу. Надо тебе только вопрос задать и отвечай как можно дольше, перебивать не буду. Значит, снимаем пробу. Как называется? Просто пирожное. Кекс? Кекс. Кекс домашний. Поехали. Внутри шоколад. Блин, друзья, вот это вот просто я прям такую обожаю. Она не притерная, она прям такая сливочная, молочная. Ань, я знаю, что ты будешь смотреть. Это просто пушка, а не кекс. У меня вопросов больше нет. Если что-то хотите от себя добавить, пожалуйста. Нет, все. Ну, как бы я высказал свое личное мнение. Кому-то, может, оно не понравится, там, захейтерат вас. Не нас, а вас. Да, ну да, нас, но я-то не увижу эту переписку, поэтому... В комментарии зайдете. Пока я считаю, ну, по крайней мере, здесь вот она может разовьется, института структура. Понятно, что новый жилищный комплекс, ни магазинов, ничего там, ну, как бы социальный, будешь прописываться все равно. Ну, а в той Некрасовке, которая возле метро, какие проблемы? В ФЦ рядом, там, пожарка рядом, все, ну, обжитый район там. Претензии к управляющей компании есть? Нет, пока нету, но вот, единственное, то, что у нас здесь в доме, это умный дом есть. Вот. И, как бы, когда нам презентовали, это все показывали, что там, ну, все с телефона, там, закрывается штора, вот это все, типа, можно настроить, вот. Ну, единственное, что не дают этого человека, который поможет тебе это настроить. То есть, у нас есть умный дом, а все дальше, как бы, настраивай сам, там, позвони тому, узнаю того. И вот, слава богу, мы сейчас настроили полы, чтобы через телефон, хотя бы можно было включать эти полы, там, либо отключать стояки, воду отключать, что через телефон, чтобы можно было. Ну, тоже, это так все долго, то есть, звони туда, проси, чтобы тебя настроили, они говорят, как настраивать, ты настроил, если у тебя не получилось, опять звони туда, спрашивай. Ты мне скажи, вот, просто, планы на будущее, что для тебя было бы вообще идеальным жильем? Вот вы здесь пожили, я понимаю, что классно, но когда я вам говорю, блин, вот вам бы еще балкон сюда, ты говоришь, блин, балкон точно бы здорово. Вот какая квартира по площади, по планировке для тебя, это прям идеал, который хотелось бы купить и больше никогда из нее не уезжать. Ну, по крайней мере, в мыслях на сегодняшний день. В мыслях на сегодняшний день есть, конечно, в будущем расширить жилплощадь, это плюс еще одна комната и чуть больше кухня-гостина. Ну, соответственно, если будут балконы, это плюс, если не будет балкона, ну, что поделать, вот. И хотелось бы кладовку, ну, и, конечно, подземный паркинг хочется, чтобы приехал, без проблем поставил, ну, или надземный паркинг, ну, чтобы было твое место. То есть ты приехал, поставил и пошел домой. Не надо тебя думать, переживать, если ты приехал в 12 ночи или в 11 ночи, что-то не будет места, где поставить, кого перекрыть. Вот, поскольку я жил в Пашеской пойме, знаю, что такое, там тоже постоянно с этим проблемы были. То есть приезжаешь, перекрываешь, с утра тебе звонят, выходи, освобождай место. Зачем квартиры, если можно купить дом? Частный дом, своя лужайка, своя площадь, каждое воскресенье косишь. Да, да, я, так как я из Беларуси, с маленького городка, мы жили всю жизнь в частном доме, я знаю, что это такое, вот, сколько работы нужно в частном доме, поэтому на данный момент мне не хочется частного дома, не хочу. А дачку? Дачка у нас есть у тещи, то есть иногда мы ездим туда, но пока желание иметь свою дачу тоже пока нет такого желания. Ну, частый гость на дачу-то у тещи. Далее я решил сделать небольшой блог и задал ряд вопросов Роману, как тренеру по футболу. Послушайте, кому особенно интересно. Но, ребята, хочу вам лишь напомнить, что в описании и в первом закрепленном комментарии вас ждут телеграм-канала, в который я выкладываю много всего интересного. Так, например, в последнее время я начал вести такую рубрику, когда ищу новый автомобиль человеку со скидочкой на честных условиях, либо с наценкой, как продают некоторые, и показываю все эти реалии там, собираю сюжеты, таким образом можно посмотреть, что к чему. Плюс выкладываю туда подборки готовые с машинами, с ценами, что можно купить, а также веду различные наблюдения из жизни, всякие зарисовочки, к нам вот во двор бомж приходит жить, пожалуйста, зайдите, посмотрите реалии московской жизни. Поэтому всем тем, кому интересно, залетайте, подписывайтесь, ведь отписаться вы всегда успеете. Слушай, давай сделаем отдельный блог такой по футболу. Ты же хорошо в нем разбираешься? Да, да, да. Вот объясни мне, человеку, который футболом в целом не интересуется, но со стороны я вижу следующее. Различные европейские страны, вот у них где-то Аргентина, Испания, Месси, играют, все умеют с детства. Почему в нашей стране такая проблема с футболом? Почему мы ни хрена не выиграть не можем нигде, то есть как-то тяжело-тяжело, ключевая проблема? Ключевых проблем много, в силу того, что у нас даже если посмотреть большие команды, которые находятся в премьер-лиге, они все практически государственные. То есть все под государственными, Лукойл, Газпром все спонсируют, они все государственные, это неправильно. То, что взять какие-то клубы поменьше Оренбург, они тоже за счет государственных денег содержатся, это все неправильно. То есть эти деньги, как правило, к сожалению, в нашей стране пилятся, где-то там коррупция присутствует. Слушай, это правда, что я могу стать футболистом, если у меня есть деньги? Ты понимаешь, о чем я? Нет, я думаю, нет, такого сейчас не будет. Ну вот я слышал, что бывает. Ну и ты должен, как минимум, если ты одного уровня с футболистом, плюс-минус, чуть-чуть, условно, хуже, но у тебя там есть связи, тебя возьмут, вопросов нет в Академии. Но если ты вообще, то есть как бы дрова, да, то тянем. Это, как правило, к сожалению, тоже это работает, вот, мы часто отводили так же детей со своей школы в Академии, там, в Локомотив. Так же приводили, смотрел тренировки, которые проходят на отборах, и смотришь, объективно смотришь, ну, действительно, мальчик хорош, выделяется, то есть мы привели, то есть он абсолютно не проигрывает, даже где-то выигрывает. Ну, подходят там, условно, какие-то родители подходят, что-то говорят, 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 и хоп, даже какие-то дети проходят, какие-то не проходят. Как они их отбирают, абсолютно непонятно. А вот в нашем же российском футболе тоже, ну, зарплаты хорошие. Да. Если там смотришь по иностранцам, вообще молчу, там что-то 20 миллионов, 30 миллионов годовых, ну, то есть там по полтора миллиона в месяц. Ну, это топы, топы. Топы, да. А у нас вообще, вот, у топов, какие зарплаты в футболе? Я думаю, есть и по 4, по 5 миллионов в год. Рублей? Нет. Долларов? Да. 4-5 миллионов долларов в год? Топ-топ-топ-футболистов. Можешь назвать топ-3 футболистов, которые плюс-минус могут такие деньги получать? Ну, это все равно европейские. То есть это был Малком у нас, он, по-моему, 8 или 7, наверное, получал. Вот. Потом, ну, Зенита, просто можно полсостава называть Зенита. Вот. Какие из российских у нас? Я думаю, Смолов, знаю точно, Смолов в Локомотиве получал, по-моему, 3,6 либо 4 миллиона в год. Динамо, я думаю, он поменьше получает. Друзья, 3,6 миллионов в год в долларах, ну, это просто бешеные деньги. Бешеные деньги, но это тоже надо понимать, что это большой труд, тоже заложили. Можем сколько угодно критиковать футболиста, но он так же с самого детства всю жизнь занимался, тренировался. Вот. И еще проблема, самое главное, детскому футболу уделяет очень мало внимания. То есть сейчас, условно, Москва взять, да, здесь как бы еще более-менее. Здесь куча частных школ, там в каждом дворе футбол, можно тренироваться постоянно, куча академий, там дюшоры есть. Но если мы пойдем дальше, там в регионы, там этого нет, там это мало. Это большая проблема, то же самое в Беларуси происходит, то есть нет детских школ, не закладывают детей, то есть на это очень мало уделяется внимания. Это большая проблема, то есть условно взять Европу, то есть там у них всем все по-другому. Там они с самого детства, то есть все закладывают на детский футбол, вот. Плюс еще менталитет, то есть условно у нас как происходит, играть дети, там условно 9-10 лет играть дети. То есть родители со всех сторон кричат, давай, давай, должен победить, забей, ты не забил, ты что там, ну, на детей кричат, на детей оказывается давление большое, то есть это неправильно. То есть как в Европе играют, там просто хлопают, аплодируют, красивый футбол, результат не важен абсолютно. То есть даже учат здесь, в России учат тренеров, то есть на категорию детскую тренерскую, что результат не важен, но в жизни происходит по-другому совершенно. То есть результат также требует тренеров, то есть, ну, это неправильно, то есть он должен научить их играть правильно футбол, то есть чтобы дети не боялись выходить из давления, то есть если давление идет, то есть он не боялся просто выбил мяч, он старался сохранить мяч, контролировать, то есть это очень важно, но, к сожалению, происходит все по-другому. Вот и почему футбол у нас, к сожалению, ниже уровнем, намного ниже, чем в Европе. Плюс поля, то есть мы не так давно только перешли к искусственным полям, в Европе уже от искусственных полей практически отказались, там натуральные поля, потому что, то есть очень жесткое сцепление, идет большая нагрузка на колени детей, то есть детей потом с возрастом возникают проблемы. То есть мы только до искусственных полей не так давно дошли, а у них уже отказались, то есть лет 15-20 разница. И не забывайте, если вдруг вы захотели купить или продать недвижимость в Москве и Московской области, и вам нужна помощь высококвалифицированного специалиста, который проведет всю вашу сделку от и до, так что комар носа не подточит, и вы точно не останетесь у разбитого корыта, обращайтесь. Выделю вам того самого специалиста своего дела. Контакт вы видите на экране, пишите в WhatsApp, сведу вас напрямую, заключаете договор и работаете. Итак, друзья, не добавить, не убавить, вот такой у нас уютный получился воскресный выпуск. Покупка квартиры в новостройке, это самая настоящая лотерея. Пообщались с людьми, показали отзывы, заходите, читайте, изучайте самостоятельно. Приглашайте в гости, приедем с удовольствием к вам, мы не гонимся за негативом, мы не гонимся за позитивом, мы гонимся за объективностью. Поэтому все контакты со мной в описании, дальше будет больше интересных роликов. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ставьте лайк, жду ваше мнение в комментариях. До новых встреч, всем пока, пока.